МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуйста, звоните, если у вас есть вопросы по нашей теме. А говорить сегодня мы будем о реабилитации в уголовном деле или в уголовном процессе. В уголовном процессе. В уголовном процессе. Это вещь такая достаточно, наверное, специфическая. Мы сейчас будем разбираться, кому она полагается, так скажем, какие шаги нужно предпринимать, чтобы она наступила, в каком объеме она может наступить и прочие вещи. Ну, давайте. Вот это такой юридический наш ликбез. Тема довольно интересная и непростая. И прежде чем, Наталья, мы начнем детально разбирать каждый пункт, давайте скажем, реабилитация – это вещь, которая наступает автоматически, или человеку, или компании, потому что на компании, я тоже так понимаю, это распространяется на юридических лиц, да? В определенной степени. Какие действия ему нужно предпринимать? Или автоматически? Ну, конечно, автоматически возмещение имущественного или морального ущерба, оно не произойдет. То есть суд или правоохранительный орган, он разъясняет реабилитированному лицу о его праве на реабилитацию, но конкретные шаги ему придется предпринять самостоятельно. В частности, обратиться с соответствующими заявлениями в суд. Как минимум. Именно в суд. Хорошо, давайте тогда разбираться, кто имеет право на реабилитацию, и вообще, что в себя включает это понятие. Ну, вот у нас соответствующая глава, да, в Уголовно-процессуальном кодексе есть. Право на реабилитацию включает в себя возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав. Ну, это, конечно, связано с теми ограничениями, которые в случае уголовного преследования несет лицо. Имущественный вред. Что в себя включает? Заработную плату, пенсии, пособии, другие средства, которых лицо лишилось в результате уголовного преследования. Когда и как это бывает? Ну, очевидно, что если человек работал, его заключили под стражу, то выполнять трудовые функции он не может, или, к сожалению, по приговору суда, допустим, или вследствие чего-то он был уволен, лишился дохода. В случае его реабилитации соответствующий доход ему должен быть возмещен. В случае, если при уголовном преследовании было конфисковано или обращено в доход какое-то имущество лица, то есть там денежные средства, не знаю, недвижимость, автомобиль, еще что-то, то это также компенсируется. В случае, если на лицо были возложены штрафы, либо какие-либо процессуальные издержки, например, расходы на экспертизу по уголовному делу, еще что-то, там явка свидетелей, специалистов, может быть, взыскана с этого лица. Ну, затраты на юристов. Вот, затраты на юристов, это отдельный пункт, получается, части 1 статьи 135, это суммы, выплаченные за оказание юридической помощи. Вот что включает в себя имущественный вред. Моральный вред, реабилитация в плане компенсации морального вреда подразумевает под собой, во-первых, официальные извинения реабилитированному лицу от имени государства. Кто их должен произнести и где это происходит? Обычно прокурор высылает такое извинение по месту жительства реабилитированного. В письменном виде? В письменном виде. То есть человека не приглашают в прокуратуру, не говорят ему, уважаемый Иван Иванович, простите, мы ошиблись, такого не бывает. Такого не бывает, да я думаю, вот на своем опыте могу сказать, что реабилитированные лица не очень-то и рады идти в прокуратуру, чтобы еще какую-то бумажку брать. Они проще поручат это адвокату или попросят просто выслать на дом. Кроме того, реабилитированное лицо вправе также попросить такие извинения и по месту его работы. То есть то, что государство перед ним извинилось, и он может показать эту бумажку на работе, это одно. Другое дело, когда к работодателю аналогичная бумажка придет. То есть работодателю тоже прокуратура обязана отправить такую... Походатайству реабилитированного, да. Ну и, соответственно, собственно, в компенсацию морального вреда возмещения входит также и сам моральный вред. То есть я не видела такого подзащитного, да, такого доверителя, который бы сильно радовался возбуждению в отношении него уголовного дела. Ну и моральный вред в данном случае презюмируется, потому что уголовное преследование является незаконным в данном случае. Еще, Наталья, такой момент. Вот мы просто с этим довольно часто в своей работе сталкиваемся, да, когда получаем какие-то сообщения, пресс-релизы от Следственного комитета или от прокуратуры, что возбуждено уголовное дело в отношении такого-то гражданина или гражданки, который, значит, по версии следствия, не знаю, можно так говорить или нет, сделал то-то и то-то, значит, украл, не знаю, там, подлог служебный совершил, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Эта информация, бывает, размещается в СМИ. Если эта информация размещается в СМИ без упоминания фамилии человека... То, как правило, наши государственные органы говорят, что никакой в данном случае моральный вред не причинен публикации такой информации, потому что не персонифицированы эти данные. Хотя могу сказать на своем опыте, что если пишут, что там бывший руководитель такой-то организации или руководитель там, не знаю чего, муниципального образования, то всем прекрасно в нашей области... То есть все понимают, кто этот человек. Да. Все понимают, кто этот человек. Он опознаваемый легко там, да, по каким-то дополнительным признакам. Причем при прекращении уголовных дел почему-то вот ни следственный комитет, ни прокуратура вас не просит разместить информацию о том, что уголовное дело прекращено. То есть я такого не видела в интернете. А вообще по закону, если в СМИ проходила информация об уголовном преследовании человека, а потом он был признан невиновным, ну по разным обстоятельствам, да, то СМИ обязаны разместить информацию об этом или нет? Если вы фамилию человека все-таки писали, то обязаны разместить. В любом случае. И по требованию реабилитированного. То есть он тоже с соответствующим заявлением может обратиться. То есть мы сами не обязаны это отслеживать, но человек, если ему был причинен, ну, если его незаконно уголовно преследовали, он может обратиться в СМИ, либо официально, либо неофициально, позвонить, сказать, что я вот такой-то такой. Да, то есть каждый же у нас право на доброе имя имеет. Это же защита чести, достоинства, там, деловой репутации. То есть эта информация, она подрывает, нарушает права человека и гражданина. Наталья Костина в нашей студии, руководитель уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Мы говорим о реабилитации в уголовном процессе. Но вот давайте сейчас все-таки, наверное, категориям людей перейдем. Да, давайте по кругу лиц определимся. Очевидно, что это подсудимые, в отношении которых вынесены оправдательные приговоры. Это самое простое, наверное. Это самое простое, очевидное. То есть пришли в суд, суд сказал, что человек невиновен, вынес оправдательный приговор, возникает право на реабилитацию. Отметим, что оправдательных приговоров у нас немного. Статистика разная, да? Вот у вас есть такая статистика? Да, у меня последние данные, которые озвучила Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, она сказала, что по данным на 2018 год оправдательных приговоров в России вынесено всего четверть процента, то есть 0,25. Ранее Александр Бастрыкин говорил о том, что это полпроцента по данным на 2018 год. Есть статистика, по-моему, что там 0,33 или 0,36. 0,36, да, и такой статистикой мы располагаем, потому что читаем соответствующую переводику, где наши коллеги делятся опытом и приводят статистику. Это ничтожная цифра на самом деле, да? Это ничтожная цифра, поэтому у нас под реабилитацией не только оправдательные приговоры попадают, потому что у нас не все дела доходят до суда. То есть иногда еще в судах бывает отказ гособвинителя от обвинения, без указания мотивов в том числе. То есть не суд определяет, виновен или невиновен, а гособвинитель в уголовном процессе, находясь, понимает, что у него есть какие-то недостатки в обвинительном заключении, недостатки в доказательственной базе, либо какие-то иные обстоятельства уясняются, он приходит к пониманию, что человек невиновен, он просто отказывается от обвинения. Это может произойти на любой стадии судебного процесса, да? Да, до удаления суда в совещательную комнату. Дело идет в суде, там неважна стадия допроса, это свидетели, еще что-то, да? Да, то есть мотивировать он в данном случае не должен, да. Просто говорит, мы отказываемся от обвинения. И по сути, да, мнение здесь подсудимого никто уже и не выясняет. Суд принимает этот отказ. И тут же разъясняет подсудимому его права. Прекращая уголовное дело, суд, конечно, разъясняет. Следующая категория людей, кто это, по тем, кто до суда дошел, определились, те, кто не дошел до суда. Это подозреваемые или обвиняемые уголовные преследования, в отношении которых прекращается за отсутствием события преступления, за отсутствием состава преступления, за отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено только при наличии такого заявления. Это какие случаи, например, Наталья? Ну, это дела частного обвинения. То есть, например, мошенничество. Возбудили там дело по мошенничеству именно. По заявлению пострадавшего. Именно по той части, да, статисту 59, которая предполагает заявление потерпевшего. Возбудили по какой-то причине, а потом оказывается, что у нас потерпевший заявление не писал и не собирается его писать в силу каких-то определенных обстоятельств. А если он забрал заявление? Это вот сложная такая история, да? Но он может отказаться, по идее, да. Ну, вот бывает ситуация, там, партнеры по бизнесу, еще что-то там, да, поссорились, поругались, не знаю, там, что случилось. Один на другого пошел, написал заявление, значит, возбудили уголовное дело. Потом тот человек, который написал заявление, помирился там, я не знаю, поговорили о ней. Он сказал, ладно, я пошел забирать. Вот он забирает заявление. Ну, теоретически это возможно, конечно, по делам частного обвинения. Это, безусловно, так. Тут обвинителем не государство выступает. Ну, соответственно, да, право на реабилитацию. Но опять у того, кто заявление подал, возникает вопрос о заведомо ложном доносе. Все понятно. То есть в отношении него тоже может начаться уголовное последование. Да, другой вопрос, осознавал он или нет, но и какова статистика, мы не будем говорить, да, по 307, по 306, 307 ложные показания, заведомо ложные доносы. Так, нет заявления. Да. Ну, и получается... Там еще, по-моему, был пункт... Непричастность подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления. То есть отсутствие, да, по сути, события или состава. Вот это всегда очень сложная такая история. Все время путаешься состав и события преступления. Это что такое, вот человеческим таким простым языком говоря? То есть состав преступления, это деяние, которое попадает? Состав, это определенный... Это субъект, объект, субъективная и объективная сторона. То есть фактически, может быть, какое-то событие и свершилось, но у нас не хватает чего-то для того, чтобы был состав. Например, возраста, там, не знаю, уголовной ответственности у нас не хватает. Еще чего-то. Вины не хватает, да. То есть совершил что-то, но не виновно. Соответственно, как бы преступления нет. Вот. Это коротко. Ну и осужденный в случае полной частичной отмены обвинительного приговора, там, в вышестоящих инстанциях. Такое тоже бывает. Уже отбываем наказание. В касации, там, у нас и в иных инстанциях приговор отменяется. Соответственно, у нас наступает право на реабилитацию. Приговор должен быть отменен полностью? Или это может быть только частичная отмена приговора? Потому что ведь приговор бывает по двум, по-моему, статьям и прочее. Да, и даже по совокупности дают наказание. Здесь можно говорить и о частичной реабилитации. То есть обвинялся там в нескольких, да, несколько составов преступлений, вменялось, реабилитирован по одному из них, имеешь право на частичную реабилитацию. И тоже можно заявлять и моральный вред, и материальный. Да. И, как правило, так и бывает на практике. То есть опыт общения с Минфином подсказывает, что в том числе и люди, которые отбывали наказание уже, да, соответствующие, они обращаются с исками к Минфину, ну, что вот им необоснованно вменялась какая-то там малозначительная статья, и они вот, им причинён моральный вред. И удовлетворяются такие иски. Вот сейчас мы о практике поговорим, и о том, насколько распространено вообще это явление. Наталья Костина в нашей студии, руководитель уголовной практики, московской коллегии адвокатов Яковлев и партнёры. Сейчас небольшая пауза и вернёмся. Продолжаем говорить о реабилитации в уголовном процессе с адвокатом Натальей Костиной. И сейчас у меня такой вопрос. Вот мы говорили о том, какие люди имеют право на реабилитацию, да, это на разных этапах судебного, уголовного следствия всё это происходит. Как часто вообще вот эта вот история происходит с людьми оправданными там, да, или в отношении которых уголовное дело прекращено? Большой ли процент людей, которые столкнулись с нашим правосудием, там, да, вот со следственными действиями, готовы продолжать ещё общаться, там, да, добиваться чего-то, писать какие-то бумаги? Вот процентное соотношение. Да, отдельную статистику, конечно, адвокаты не ведут. На моей памяти реабилитированные, мои подзащитные, они, как правило, за реабилитацию. То есть они понесли определённые расходы, хотят их возместить. Ну и, соответственно, моральный вред причинён, тоже хотят их сместить. Однако вот у коллег по опыту общения тоже могу сказать, что некоторые отказываются от реабилитации, ну, чтобы никоим образом больше не пересекаться с этой уголовной машиной, чтобы, ну, в общем, предпочитают забыть обо всём, и пусть деньги останутся деньгами, и моральный вред моральным вредом, ну, вот они не идут с соответствующими заявлениями и исками в суд. Нет желания. Не идут. Ну, просто чтобы не сталкиваться, просто чтобы уже отдохнуть и оставить это в прошлом, видимо, да, и никоим образом к этому не быть причастным. И вот давайте ещё вот к процентам-то вернёмся. То есть если мы говорим об оправдательных приговорах, и это у нас там, пусть будет там, как Москалькова говорит, 0,25% от общих... У нас ведь довольно большое количество дел прекращается. Если мы говорим о праве людей на реабилитацию от общего числа, привлекаемых к уголовной ответственности, то я бы сказала, что эта цифра порядка там 25% составляет. Вот это уже цифра намного серьёзнее, она и для бюджета серьёзнее. 25% уголовных дел прекращается на стадии предварительного следствия, то есть не доходит до суда. Ну, в общем и целом, если брать с оправдательными приговорами и ещё какие-то там, ещё какие-то факторы учитывать, то ряд исследователей приводит цифру 25%. А это немало. То есть каждый четвёртый... Привлекаемый к уголовной ответственности может быть реабилитирован. Может быть реабилитирован. И многие обращаются. И многие из них обращаются, да. Так, теперь процедура всё-таки. Вот более конкретно, по процедуре. Как это происходит? Я, насколько понимаю, материальный и моральный вред возмещается в разных, скажем так. Да, совершенно верно, в разных инстанциях. В разных обращениях. То есть смотрите, у нас суд в приговоре о определении постановлений, а следователь и дознаватель в постановлении признают за оправданным, либо лицом в отношении которого прекращено уголовное преследование, право на реабилитацию. То есть у нас на руках имеется какая-то бумажка. Соответственно, из суда, либо из правоохранительных органов. Ну, и одновременно направляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда. На практике такое разъяснение редко. И попросишь, вышлют, не попросишь, не вышлют. Но суды, в общем, чётко придерживаются, они действительно разъясняют, и соответствующее извещение реабилитированное лицо подписывает. С правоохранителями сложнее. Соответственно, получили мы вот эту бумажку. Для возмещения имущественного вреда у нас правила Гражданского кодекса действуют. Соответственно, в течение трёх лет мы имущественный вред можем заявить. Заявляем мы его в уголовном деле. То есть либо в суде по месту жительства, либо по месту нахождения соответствующего органа, либо в суд, вынесший соответствующий приговор. Мы заявляем требования о возмещении имущественного вреда. Расписываем все наши расходы, неполученный заработок, расходы на адвоката, всё это расписываем. И в течение месяца суд назначает судебное заседание. Как правило, за одно заседание, довольно короткий процесс, выносит соответствующее решение. Вот давайте, Наталья, просто расскажем. Человек, который написал такое заявление, или готов его написать, если его надо прямо писать непосредственно в каком-то органе, в правоохранительном суде или в правоохранительном... Но его направляют в суд. Пишем-то мы дома, конечно, в офисах, кто как. Может, в принципе, и сам реабилитируем. Можно написать эту бумагу за пределами определенных зданий и принести туда. Вот он приходит, он что говорит? Там же всё равно пропускная система, наверное. То есть он что должен сказать? Я принёс заявление о возмещении... А у нас же вход в канцелярию, в приёмные суда. Он свободный. Свободный. То есть мы спокойно заходим, подаём соответствующее заявление. Его там фиксируют, определяют дату. Это важно, потому что месяц, вы сказали, да, В течение месяца, да, у нас тут, видите, очень сокращенные, короткие сроки. То есть это направлено на максимальное возмещение причиненного, получается, вреда при незаконном уголовном преследовании. Это материальный? Это материальный. Тут отдельно можно коснуться вопроса о возмещении расходов на адвокатов. То есть если мы возьмём Москву и, например, какие-то другие крупные регионы, не касаясь Кировской области, то расходы на адвокатов, как правило, как показывает практика, они очень значительные. Это десятки миллионов рублей. И годы уголовного преследования десятки миллионов рублей. Люди с такими исками обращаются. Суды снижают, разумеется, эти суммы, потому что разумные, обоснованные они должны быть. Но, как правило, суммы реабилитации в данном случае тоже исчисляются миллионами рублей. Это не 10 тысяч, не 50 тысяч. Это довольно круглая для бюджета сумма. То есть даже если ты потратил десятки миллионов рублей, не факт, что ты их получишь обратно, даже если подтвердишь. Да, я бы сказала, даже 100% не получишь. Не получишь. Да, эта тенденция, конечно, адвокатам не нравится. То есть есть адвокаты, которые, ну, скажем так, гонорары не завышены. Они обоснованы. Всё можно подтвердить. Каждое действие адвокат фиксирует своё. Это всё доказывается. Но вот, к сожалению, стопроцентного возмещения, как правило, добиться не удаётся. Но какая-то часть затрат всё-таки будет покрыта? Ну, как правило, да. Вы говорите, что адвокаты недовольны этой ситуацией. А как-то можно её сдвинуть с мёртвой точки? Судебная практика вообще в целом меняется, да. И вот за последний год, как Минфин, в принципе, и подтверждает, много что изменилось. И имущественный вред побольше стал взыскиваться. И моральный вред тоже цифры увеличиваются. А имущественный вред возмещается... Ну, вот если мы адвокатов расходы на юридическую помощь поставим в сторону, всё остальное имущественное вред возмещается в полном объёме или нет? Ну, да. При представлении справки о средней заработной плате и количестве дней, которые там лицо не трудилось... Человек потерялось? Да, да, да. Тут никаких вопросов нет. Тут не бывает. То есть тут срезать не будут? Ну, там просто не такие, наверное, суммы, да, большие всё-таки. Ну, хотя, опять же, если мы берём московскую заработку... Подтверждённые справками. Но опять давайте, если предпринимателя возьмём, который доход потерял нескольких миллионов там, да, и будет предъявлять, мне кажется, что и тут, с учётом требований разумности и справедливости, сумму снизят. Сумму снизят, понятно. Ну, то есть и сложно ведь ему доказать, наверное, да, что его предприятие... Что он бы за это время заработал именно... Да, могло заработать столько-то, что упущенная выгода составила столько-то. Ну, вот как ты это докажешь? Нет факта, нет бумажки. Моральный вред, Наталья. Так, коснулись ли мы вопроса того, что в течение трёхлетнего срока мы подаём возмещение имущественного вреда? Вот, давайте мы, да, ответим всё-таки более конкретно на вопрос Михаила Юрьевича, он как раз в ВКонтакте наш спрашивает. Какой срок давности для обращения в суд и с какого момента отчёт? Да, мы говорили про три года. То есть материальный вред можно возместить в течение трёх лет. С момента наступления реабилитирующих обстоятельств. Да, в течение сроков исковой давности, которые установлены Гражданским кодексом. Об этом прямо у нас указано в УПК, в статье 135-й. И указано, что течение срока вот этой исковой давности, оно происходит со дня получения копии документов, о которых мы говорили ранее. Или в суде мы какой-то документ получаем, или от правоохранителей. Три года, соответственно, отсчитываем, и вот в этих сроках можем обратиться. Но у нас же институт существует восстановление, в том числе, сроков. Если, например, мне не выдали соответствующий документ, и я пропустила трёхлетний срок, то, может быть, мне удастся доказать. Но это побегать придётся. Ну да, придётся. Общий срок три года. Я думаю, что это разумный срок, и в течение этого времени можно определиться, какой ущерб тебе причинён, и обратиться в соответствующем заявлении. Значит, три года – это срок давности, право на обращение в течение трёх лет. И с момента обращения, с момента фиксации и приёма вашего заявления, в течение месяца должно быть принято решение. Да. Должно быть принято решение. Ну и дальше смотрим, кто-то идёт обжаловать, кто-то не идёт обжаловать. Совсем ли согласен Минфин в том числе, совсем ли согласны адвокаты реабилитированное лицо. То есть можно ещё пообжаловать, силу не вступит. Можно ещё и обжаловать решение и окончательную итоговую сумму возмещения. Да, да. То есть время может затянуться. То есть мы не говорим, что с момента подачи заявления пройдёт один месяц, я счастлива и довольна и уйду с исполнительным листом, и мне сразу же возместят деньги. Потом давайте не будем забывать, что срок исполнения этих исполнительных листов Минфином минимум три месяца. И эти листы мы отправляем в Москву на Ильинку. То есть в Кирове их предъявили просто. Их почты ещё отправляли же, да? То есть ещё прохождение почты, соответственно, там пока исполнительное, соответствующее производство там они возбудят. То есть они возбуждают, всё это занимает три месяца и по истечении... Минимум три, я бы сказала, да. Минимум три месяца. А максимум? Не знаю, сложно говорить. Ну, по опыту вашему. По опыту бывали случаи, когда они исполнялись годами. Ага. Это большие какие-то суммы или это вот с чем-то другим связано? Не знаю, честно говоря, эта практика была до меня. То есть я не сталкивалась с этим пока. Ну вот в общении с Минфином он подтверждает, что трёхмесячного срока им достаточно. И вроде бы они исполняют. То есть через три месяца человек может получить средства, и эти средства ему приходят на какой-то счёт? Ну да, на тот счёт, который человек сам указывает в заявлении. Банковские реквизиты указывают. Что касается морального вреда. Наталья, я прошу прощения. Нам сейчас нужно сделать перерыв на рекламу, просто чтобы потом не прерываться посередине темы. И мы вернёмся к моральному вреду. Наталья Костина в нашей студии, руководитель уголовной практики, московской коллегии адвокатов Яковлев и партнёры. Адвокат, я напоминаю, что у нас программа в рамках нашего юридического ликбеза. Номер телефона 211-101. Вы можете позвонить и задать вопрос. Это прямой эфир. Пожалуйста, Наталья проконсультирует. Мы остановились на возмещении морального вреда. То есть с материальным вредом разобрались. Три года, срок давности. И в течение месяца должны быть предприняты как минимум первые шаги органами, соответствующими для того, чтобы человеку начать рассматривать его дело и принять какое-то решение. Далее, если решение принято, бумаги уходят в Минфин. И дальше, в течение трёх месяцев, но иногда и дольше, Минфин должен выплатить те суммы, которые взысканы. Что касается морального вреда. У нас моральный вред выражается, конечно, в денежном выражении. То есть мы в рублях его считаем. И вот тут сложность какая. Сложно посчитать, какую сумму просить государство. Как правило, цифры очень разные. Ну и, соответственно, суды субъективно относятся и, соответственно, тоже по-своему видят причинённый моральный вред. Они тоже могут снизить размер требуемого морального вреда? Как правило, снижают, да. Такие иски рассматриваются в порядке обычного гражданского судопроизводства. Подаются по месту нахождения либо органа, то есть по месту нахождения Минфина, да, по ответчику, либо по месту жительства гражданина. То есть у нас здесь альтернативная подсудность. То есть человек, который живёт в Кировской области, может подавать это заявление в Кировской области. Ему не обязательно ехать в Москву. Нет, мы никогда в Москву не поедем. Просто мы или будем предъявлять в Октябрьский районный суд, поскольку у нас Минфин относится к подсудности Октябрьского районного суда, или по месту жительства в зависимости от того, где мы живём. Ну и, соответственно, что могу сказать? На компенсацию морального вреда какие факторы влияют? То есть если в период незаконного уголовного преследования у человека наступили какие-то отрицательные последствия для здоровья, а, как правило, не наступают. Это всё-таки моральный вред, не мотивирует. Это моральный вред. Но для того, чтобы повысить планку, да, объяснить суду, в чём же всё-таки, почему мы просим именно такую большую сумму. То есть здесь мы можем приводить такие доказательства, как обращение в медицинские организации различные, установление хронических заболеваний. То есть мы все волнуемся. Лекарства, извините, недешёвые или нет? Саму сумму лекарств... Ну вот смотрите, вот банальная совершенно ситуация. В отношении человека возбуждено уголовное дело. Человек возраста, ну, условно, там, я не знаю, старше 40. Мы все понимаем, у нас стрессы постоянные, да? Все к 40 годам уже так или иначе, ну, какие-то небольшие, может быть, проблемы, там, сердечно-сосудистой системы испытывают. У человека, там, не знаю, сердечный приступ, не знаю, тахикардия, брадикардия, всё что угодно. Там, да, начинаются какие-то проблемы. Ему прописывают лекарства. Он начинает, ну, сходил на приём, начинает эти лекарства выкупать, принимать. Это происходит с ним после того, как вот началось уголовное преследование. Я считаю, что это имущественный ущерб. То есть вы потратили деньги, да. Это надо в иск у возмещения материального вреда закладывается. Я считаю, что да, потому что вот все наши нервы и иные страдания, это всё-таки моральный вред. Но на размер влияет всё-таки состояние нашего здоровья и степень причинённых нам страданий. То есть все справки, все визиты к врачу, всё это надо документировать, фиксировать и потом отражать. Не стесняться заявлять, да, что в том числе я и обосновываю сумму. Почему я прошу миллион рублей, а не 10 тысяч? У нас есть звонок, Наталья. Давайте мы примем и потом вернёмся. Добрый день. Здравствуйте, Нина Ивановна говорит. Да, Нина Ивановна. Вот вы, наверное, тоже замечали сейчас во многих домах люди поменяли двери на железные. Так. А у нас такая особенность, у нас двери открывались внутрь. Нина Ивановна, я прошу прощения, мы сейчас говорим о реабилитации в уголовном процессе. Вы точно по адресу позвонили с вопросом вашим? Да. Нет, подождите, в отношении вас уголовное преследование... Вот я, например, предъявляла вот этой самой дверью, меня стукнули. Так. И когда я к учуськовому обратилась с этим вопросом, мне был ответ, что состав преступления никакого не выявлено. Ну, как же так? У нас ведь по жилищному-то кодексу нельзя... Я прошу прощения, это всё-таки не совсем тема нашего эфира, да, простите. Но Нина Ивановна права и на компенсацию морального вреда она, наверное, право имеет. Нет, нет, не морального вреда, а вот... А вообще куда обращаться с этим? Потому что, видите, участковые не решат этот вопрос. Куда обращаться с этим? Ну, во-первых, вы должны были зафиксировать какой-то вред, причинённый вашему здоровью, этой дверью. Это первое, как я понимаю, да? И дальше идти с собственниками судиться или с лицом, который установил эту дверь в соответствии. Ну, я участковому сказала, что хотя бы соседи пусть извинятся, а он им объяснит, что этого нельзя делать. Ну, от участкового... Потому что я не могу выйти, во-первых, от себя не могу выйти. И если я закрываю дверь, то меня могут опять хлопнуть. От участкового-то вы какой-то документ всё равно должны получить с установлением обстоятельств, которые были им выяснены. Нет, я получила, я не ровно сейчас обращалась, так они сказали, состава преступления не выявлено. Ну, вы попросите письменный документ, а дальше мы... А дальше можете обратиться к нам, да, позвонить. У меня есть письменный документ, там какой-то Сосновщенко, что ли. Так, я прошу прощения, Нина Ивановна, всё-таки слишком много времени этот фирм мы занимаем, не совсем по профильной теме. Ну, может сказать адвокат, куда обращаться-то? В суд. В суд только? Только в суд. Я думаю, что, да, к собственникам, если они неверно дверь установили, или к лицу, который её там соответствующим образом... Ну, не видя документов, тоже как мы вот вам сейчас... Это как к врачам звонить. Ладно, извините. Да, спасибо большое за звонок, до свидания. Так, возвращаемся мы к моральному вреду. Ну, соответственно, справками какими-то подтверждаем, да, и мы можем, я думаю, что мы вполне можем рассчитывать на сумму большую. Потом ещё суды учитывают, какой фактор. То есть единожды лицо было допрошено в рамках, там, допустим, уголовного дела, и сразу же понимаем, что нет состава, прекратились, и он просит миллион рублей. Или лицо было не только допрошено, но у него были произведены обыски, изъято какое-то имущество, наступил вред здоровью. Это тоже две разные категории, два разных случая. Это лицо уже в статусе либо подозреваемого, либо обвиняемого. Вот мы сейчас про него говорим, да? Ну, вот смотрите, обыски... Подсудимого, подсудимого ещё, да, ещё... Подозреваемый, обвиняемый. Ну, вот смотрите, задержание и обыск могут быть применены в уголовном деле и к свидетелям. Вот, да, то, что мы забыли сказать. Мы к этому сейчас вернёмся. Давайте вот всё-таки с человеком с моральным... Ну, то есть мы пишем туда все неблагоприятные последствия, один раз пришли, один раз его вызвали, он один раз сходил. Это одна сумма? Это одна степень страданий, да. Если человек на протяжении нескольких месяцев таскали, значит, на допросы, приходили к нему с обысками, дети маленькие это всё видели, жена и старенькие родители в стрессе, а может быть, ещё и к ним приезжали тоже с обыском, да, или на дачу приезжали, всё что угодно может быть, это совсем другая степень страданий. Совсем другая степень страданий, И тоже, давайте оговоримся, что в данном случае и супруги, и родители, и дети. Они точно так же имеют, я считаю, право на компенсацию морального вреда. То, что мы редко этим пользуемся, может быть. Они тоже могут составить заявление? Да. То есть в отношении близкого мне лица осуществлялось незаконное уголовное преследование, и в том числе мои права-то тоже были затронуты. Я тоже нервничала, страдала, я тоже к врачу обращалась. И в моей квартире обыск производился, и я считаю, что мне причинен вред. И вправе точно так же требовать компенсации морального вреда. Если мы говорим о распространенной практике, все-таки о каких суммах идет речь? Вот о моральном, моральный вред. Ну, вот могу сказать, что в прошлом году эти суммы были незначительные. Минфин сообщает, что сейчас практика улучшилась, то есть суммы увеличиваются в Кировской области. Незначительные это сколько, Наталья? 5 тысяч рублей или 50 тысяч рублей? Все-таки есть разница. Вот давайте тоже оговоримся полностью или частично мы реабилитированы. Предположим, что полностью. И дело, допустим, не было сложным, к нам никакие процессуальные меры принуждения не применялись. Я думаю, что это сумма порядка 100 тысяч рублей вполне реально взыскать. То есть это не маленькие деньги? Это мы говорим сейчас о человеке? Ну для кого ведь как? Это мы сейчас говорим о человеке, которого один или два раза вызвали просто к следователю. У нас есть вопрос, да, давайте мы сейчас его примем. Пожалуйста, говорите. А добрый день. Я тоже практикующий, ну как бы я юрист, не адвокат, но у меня вот такой вопрос, потому что по моральному вреду очень часто люди обращаются. А у меня вопрос, вот по каждому эпизоду его нужно фиксировать, что, допустим, такого-то числа выезжали и прикладывать документы, да, такого-то числа приезжали и, соответственно, по каждому процессуальному действию делать оценку или в общей совокупности вот это делать? Ну у нас одна сумма требований, она общая. И суд нас спрашивает, почему хотите миллион рублей? Мы говорим, потому что вот у нас куча процессуальных документов приложено о том, какие мероприятия, да, были проведены с нами, о том, какие мои конституционные права и сколько раз были ограничены. Там уж суд смотрит в зависимости от количества обысков, всего остального, от справок там о состоянии здоровья, от справок о доходах в том числе. То есть вот мы так обосновываем. То есть всю совокупность... А тогда вот вопрос к профессионалу о том, что может быть все-таки выгоднее по эпизодам идти, допустим, а в таком-то месяце было и, соответственно, 50 тысяч. Потом мы следующее идем морально по другому процессуальному... Несколько исков вы имеете в виду? Да, да, да. О каждом процессуальном действии? Нет, я думаю, что это нелогично. И в следующий раз нам суд откажет по взысканию компенсации морального вреда, именно связанному с этим уголовным делом. И просто укажет, что вы вправе были приводить доказательства в том судебном процессе. А что вы вам каждое процессуальное действие приносите отдельным иском? Нет. То есть такое у нас не практикует? Думаю, что нет. А, ну, то есть как бы вы немножко... Ну, все, спасибо большое. Спасибо вам, до свидания. У нас остается три минуты, Наталья, да? Все ли мы проговорили по тому, на основании чего сумма определяется судом? То есть вот я вам задала перед нашим звонком вопрос. Вы сказали, что незначительное количество там действий каких-то произведено в отношении реабилитируемого. Да? И даже он может рассчитывать на 100 тысяч рублей. То есть если мы говорим о людях, у которых были обыски, где пострадали дети и прочее, 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 там речь уже о совсем других идет в суммах. В целом, Анна, эти суммы все равно у нас небольшие по России. Я смотрела статистику Москвы, вот буквально вчера, по вынесенным требованиям. Просят 2 миллиона, взыскивают 200 тысяч. Просят там миллион, взыскивают 10 тысяч. То есть даже тут нельзя сказать, что в 10 раз уменьшается сумма. Где-то и больше, где-то и меньше. То есть это зависит от конкретного суди, и однородную какую-то практику мы здесь не приведем. И каких-то конкретных цифр их законом не установлено. Вот давайте сейчас обратимся к особенностям, так скажем. То есть человек, в отношении которого было судебное или уголовное, или следственное какое-то преследование, и который был на какой-то стадии признан, объявлен невиновным по разным обстоятельствам. С ним все понятно. Мы заговорили с вами о том, кто еще имеет право. Еще одну категорию. Это те лица, в отношении которых были подвергнуты мерам процессуального принуждения. То есть которые задерживались по уголовному делу, либо у которых производился обыск, в том числе и личный обыск. Они не были ни в статусе подозреваемого, ни в статусе обвиняемого, ни в статусе подсудимого. То есть они либо свидетели по делу какие-то, но следствие однозначно не определило их статус на момент задержания и обыска, либо они вообще потом в деле в дальнейшем уже не появлялись. То есть эти лица, они также имеют право на обращение в суд с требованием о компенсации. Они точно так же считаются реабилитированы. Почему? Потому что их конституционное право на свободу передвижения, на неприкосновенность частной жизни, оно было точно так же нарушено, как и у остальных лиц. Есть еще одна категория, которая тоже может обратиться за взысканием материального вреда или взысканием морального вреда. Это категория наследников. Ну то есть бывает такое, конечно, что в процессе следственных действий и потом три же года еще, срок обращения, срок давности. А эти лица точно так же могут и имущественный, и моральный вред требовать. То есть человек, в отношении которого производили следственные действия, было уголовное преследование, к сожалению, скончался там. По разным причинам это может быть. Вот его наследники имеют право обратиться за возмещением. Да, безусловно. Ну и последнее, что мы должны сказать, это тоже очень важно, да, что есть люди, в отношении которых вот эта вот история с реабилитацией не действует. Да, не действует. Но, тем не менее, они иногда ошибочно обращаются за реабилитацией. Кто это? Это лица, которым была применена амнистия, либо лица, в отношении которых прекращалось уголовное дело по истечении сроков давности. Вот мы уже говорили о лицах, недостигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность и так далее. А кроме того, лица, которые находились под уголовным преследованием, но однако же был принят закон, который устранил преступность и наказуемость деяния. И они не получили в итоге никакого там судебного решения? Нет, почему? В отношении их документы соответствующие имеются. Или они могли даже, например, в колонию уже отправиться, а потом декриминализировали какую-то статью и их отпустили? То есть, да, амнистия, стечение сроков давности, недостижение возраста, принятие закона, как мы сказали, устраняющего преступность, это просто не реабилитирующее основание прекращения уголовного дела. Всё, то есть этот человек за компенсацией обращаться не может. Благодарю Наталью Костину, руководителя уголовной практики Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнёры. Большое спасибо за ликбез нашим и продолжим. На следующей неделе или через неделю Наталья снова будет в нашей студии. Благодарю. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин